В состав роты 139 военнослужащих, причем хотел бы отметить, что солдат с рочными службами там нет, только профессиональные военнослужащие, военнослужащие по контракту и офицеры, прошедшие полный цикл обучения. В первую очередь это международная законодательность, потому что вы знаете, что вся миротворческая деятельность базируется на требованиях организации объединенных наций. Это очень сложно, ровно на один год. На сегодняшний день все требования по оснащению нашего подразделения выполнены. Это доказано тем, что комиссии международные, приезжавшие и дававшие лицензии, и проверяющие уровень подготовки оценили на очень высоком уровне. Миротворцев мы отбираем по моральным, деловым качествам. Состояние здоровья, воинской дисциплины, уровень личной подготовки как военнослужащего, соответственно, знания языка и восприятие знания законодательства. Мы идем на голландские высоты. Это первая очередная задача. Исходя из этого, был сопутствующий. Хотел бы отметить, что если в течение года наша миссия будет высоко оценена, организация объединенных наций, то, соответственно, следующие задачи будут ставить нам. Соответственно, наши контингенты будут увеличиваться. Вообще, воинская служба, она сопряжена с особыми трудностями, сложностями, и мы всегда находимся в зоне риска и в мирное время. И никто не может гарантировать, ни я, ни вы, что в ходе выполнения миссии может произойти бытовой случай.